У нас новое шоу, новое правило. Нам надо как-то определиться, кто куда идет. Угадаешь, где прищепка, идешь в помыналку. Чтобы потом не было. Переиграли. Ну на, на, все, ладно, идешь в помыналку. Переигрывать нельзя, давай. Ну че, вот оно шоу новое. Черный экра тур. Почему черная игра, не знаю. Шоу, в котором мы будем сравнивать разное крутое жилье. Но с нашими сумасшедшими комментариями, ценой, оценками и прочими делами. Сегодня у нас два элитных жилья. Оба прям действительно очень элитные. Еще можно поспорить, кто кого круче. В одном доме, вдумайтесь, останавливался император Александр Третий. Ну а второй просто классный дом. Один стоит 49 миллионов рублей, частичка второго 300 тысяч рублей. Ну сразу скажу, кто еще не понял, это Саратов. Саратов это город на Волге и летом здесь действительно офигенно. Кто бы что ни говорил, Саратов летом это прям Майами. У многих здесь на даче есть свой берег. Как раз в одном из таких мест и находится наш красавец. Это коттеджный поселок Волжский Прай. Классный закрытый коттеджный поселок. Все чистенько, охрана, порядок, зелено, вообще огонь. Наш дом это два этажа, 455 метров, на участке в 10 сотом. Друзья, у нас сегодня офигенный дом. 49 миллионов, стиль минимализм. Я бы сказал, безумно уютный минимализм. Погнали, расскажу обо всем. Начнем с того, что вот мы так вот входим. Огромная у нас входная зона. Огромная она еще потому, что есть зеркало в пол. Надя бы безумно оборадовалась этому. Она мечтает просто о таком зеркале. Ну, Надя, извини, 49 миллионов. Пошли дальше. Тут у нас главное помещение дома. Огромная гостиная с большущим диваном. Скажу, что минуте не ошибусь, скорее всего, человек на 7, на 8. Просто я так и вижу, что приезжает компания. Ложится здесь второй свет. Делает вообще невероятную атмосферу. Потолки и так 3 метра. В данной зоне 6. Есть огромные окна в 2 ряда. Но второй свет есть второй свет. Здесь суперский телевизор здоровый. Две люстры, которые не давят. Ну, просто супер. Второй свет must have вообще всем. Дальше у нас это помещение плавно перетекает в кухню-столовую. То есть это совершенно другая зона. Здесь, наверное, девочки тусуются, там мальчики. Это зона готовки. Она большая. Мне кажется, тут вообще человек 3-4 поместится. Здесь можно жарить, парить, мыть посуду, мыть руки. Смотреть на замечательный вид. Шкафы, духовые шкафы, холодильники. Этим уже никого не удивишь. Но опять же, все уютно, стильно, классно. По цветам замечательно подобрано. Здесь та зона, когда вы встретились, вам надо все перетереть. Там рассказывают про то, как с коронавирусом борются. Да, вы сидите, кушаете. Ну, кто любит застолье, ну, видно, что это дом гостеприимных людей. Дальше идем. Тут у нас, ну, гостевой санузел, так скажем. Такое, на друзей же надо впечатление произвести. Поэтому он так немножко выбивается из стиля. Ну, люди зашли, так поняли, что да, все серьезно. Сейчас вопрос, за что отдавать 49 миллионов, у вас отпадет. Готовы? Бассейн 36 метров с полностью панорамным остеклением в пол. Сейчас у нас конец марта, но у нас идет снег, полностью подогреваются все полы в доме. А здесь они вообще огненные. Бассейн с течением, я не помню, как это правильно называется. То есть вы плывете не просто, как в ванной, а есть сопротивление. Здесь у нас мелко, здесь у нас глубоко. Бассейн вот так уходит. Честно, хочется прям нырнуть. Вот. Тут зона релакса. Скупались, пообщались, посидели, покушали. Здесь сауна. Сауна небольшая, но она больше и не нужна. Погрелись, все дела сделали. Дальше пошли. Душевая кабина открытая. Обратите внимание, чем прикольнее дом, тем все открытие. То есть смысла ничего скрывать ни от кого нет никакого. И туалет. Ну, он просто должен быть. Писать в бассейн нехорошо запомнится. Тут мы можем, опять же, если это будет лето, никак сейчас. Да и сейчас можно выбежать снегом натереться. А так, если это будет лето, вы выходите на свою террасу. Там летняя беседка с камином, с мангалом, со всеми делами. Ну, нет, ничего лучше, чем завершить будничный вечер, поплавав в своем бассейне. На улице снег, у вас тепло, подогреваются полы. Классно. Наш минимализм бы не был минимализмом, если бы не эта лестница. Обратите внимание. То есть если ее сделать деревянную, ну, это вообще ни о чем будет. Если ее сделать бетонную, ну, тоже будет какая-то ерунда. Здесь парящая лестница. То есть, обратите внимание, металл, стекло. И ступеньки сделаны так, что мы не замечаем вообще, на что они крепятся. То есть лестница невероятно легкость приобретает. У меня есть информация, что эту лестницу собирали два года. А кто-то хочет ремонт себе в 100 метрах сделать за полгода полностью. Тут одну лестницу два года собирали. Друзья, и она того стоит. Потому что невероятно классное ощущение. Тут у нас дорогущая паркетная доска. Разуваться, пробовать свои ощущения, как по ней ходить босиком, я не буду. Но вот могу предположить, что очень приятно. Кстати, при всем своем, как бы, масштабе этого дома, то есть, кажется, вот в голове 445 метров, наверняка большинству из вас всегда казалось, что зачем так много? Это безумно много. Ну, максимум, там, дом 170-200 метров. Этот дом не кажется таким большим, реально. То есть, ну, вот пришли гостиная, кухня, но они должны быть большими. При этом масштабе они не выглядят гигантскими, нормальными. Бассейн, ну, бассейн, все лаконично, все гармонично, все в правильном масштабе. Пошли по комнатам. Тут у нас санузел. Это детский санузел. Как понять, что это детский санузел? Ну, тут раковина небольшая, да? Есть душевая кабина, открытая, опять же. Открытые вещи очень круто смотрятся. И есть ванная. Опять же, сочетание душевой кабины, ванной, причем ванной, видите, как закрыта. Своим окном, то есть, она не бросается в глаза, что у тебя есть и то, и то в одной комнате. Кайфец, просто вообще супер. Тут обалденный парящий потолок. Этот дом создан, чтобы кайфовать. Просто каждый день получать удовольствие и можно не выходить. Кстати, сейчас вот у нас, типа, изоляция, карантин, коронавирус. Ну, мне кажется, вот заселившись в такой дом, месяц смело можно здесь тусить и никаких проблем не будет. Тебе будет чем заняться здесь? Ну, пошли дальше. Комната для девочки. Опять же, она не смотрится, огромная кровать. Еще маленькая кроватка, какие-то девочки, ну и тут дела. Телевизор. То есть, ребенок с комфортом может проводить время. Хотя, по метражу, я думаю, что она метров 25. Так, пошли дальше. Вторая у нас детская. У нас тут двое детей. И это прям пацанская комната. Машина, кровать, домик. Тоже она 25 метров, но естественно, чтобы никого не обидеть. Там 25, тут 25. Опять же, не смотрится она большой. Мальчик быстро ее забьет своими вещами, очень быстро. Пойдем дальше. Кабинет. Что такое для мужчины кабинет? Когда у вас двое детей, у вас должно быть помещение, где всем запрещено находиться. То есть, даже стучать в дверь запрещено. Вот это кабинет. Это такое помещение для мужчин. Поймут не все. Когда у вас будет там двое-трое детей, и вы захотите уединиться, что-то поделать. Это просто святое место на самом деле. Компьютер, стул, стол, диванчик. Ну, все, что нужно, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Ну, и теперь номер три, за что можно отдать 49 миллионов. Первое у нас это гостиная. Второе это бассейн. И третье это вот это помещение. Это так называемая мастер-бедром. То есть, хозяйская спальня. Мы видим огромное помещение. Но почему нет? Я бы его, наверное, характеризовал как метров 50. Это вот только вот эта зона. То есть, это зона с кроватью и зона с телевизором. Опять же, панорамное окно невероятную атмосферу дает. Любая новостройка в Москве, например, выше бизнес-класса, это уже панорамные окна. Стеклянная перегородка, которая должна зонировать зону спальни с зоной ванны. У нас открытая ванна. Но почему нет? Почему нет? Вообще, я помню, вы меня ругали. Я снимал одну квартиру, где была диверака. Ну да, там было мало площади. Ну почему здесь не сделать? Может быть, ты никогда ей пользоваться не будешь. Но, ребят, здесь уже другой уровень мышления. Тут у нас женская зона. Причесаться, накраситься, еще что-то сделать. Вход в гардероб. То есть, да, так ненавязчиво. Он, в принципе, скрыт. И, ребята, ребята, гардероб, 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 гардероб. И куда мы возвращаемся? Мы возвращаемся опять в спальню. Вау! То есть, она круговая. Так, тут у нас туалет. То есть, здесь у нас унитаз и душевая кабина. Конечно, унитаз можно сделать тоже, чтобы было открытым. Но это зависит немножко от вашей второй половинки и от того, как вы можете относиться к ней после того, что вы можете увидеть. Поэтому, наверное, они все-таки сделали правильно. Отношения нужно беречь. Пусть лучше унитаз останется закрытым. Чуть-чуть же должно быть личного, правильно? Ну да. Все. Так, друзья, это Виктор. Компания Kingsman, они продают этот дом. Продают еще очень-очень много крутых объектов, недвижимости. Поэтому, если у вас есть 49 миллионов, ссылка на Виктора будет в описании. Или, может быть, вы хотите такой же крутой дом в Саратове продать. Мне дом очень понравился. Вить, спасибо тебе огромное. Давай по карантинному. Все, пока. Все, счастливо. Так, ну что, мы уже подходим к нашему объекту. Вот этот дом. Двор тут какой шикарный. Конечно, дом в упадочном состоянии. Прям очень-очень жалко. А вот и Денис тут. Привет. 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 Ребят, сейчас вас познакомлю с Денисом. Турбанист, общественник Денис Жапкин. Он сейчас нам все расскажет, покажет по этому дому. Да, мало кто даже среди саратовцев знает, что этот дом принадлежал Павлу Ивановичу Какуеву. Очень известный такой деятель. Он даже некоторое время был городским главой. Выстроил он в 1840-х годах вот этот дом для своей семьи. Дом был одним из самых богатейших. После того, как наступила советская власть, дом передали под общежитие. Мы устроили тогда самую первую электростанцию в нашем городе, Саргрес, которая находится как раз недалеко от этого дома. Сначала здесь жили строители этой станции, ну а потом сюда разместили, собственно, рабочие. Половину общежития отдали под детский сад. Мы сейчас увидим, что в доме сохранилось множество таких свидетелей, артефактов того времени. Российская империя, стиль классицизм. Давайте зайдем внутрь. Любопытно прям посмотреть. Посмотрим, что можно увидеть внутри. Именно в этом доме находится то самое жилье, про которое мы сейчас будем рассказывать. Цена его 300 тысяч рублей. Вот, сейчас сравним. Конечно, видно, что в советское время все было сильно перепланировано. Постоянно идут перепады высот. Лабиринты прям здесь. Ты уже прям сразу ощущаешь высоту потолка, да? Самый главный момент в истории этого дома – это то, что вот мы сейчас с вами здесь ходим, по лестнице спускались, а по этой же лестнице у нас ходил будущий император Александр Третий, когда еще будучи цесаревичем приезжал в Саратов. Его встречали здесь, для него построили триумфальную арку, и находилась она буквально вот в нескольких десятках метров от этого дома. Сейчас это территория, опять же, Саргрес. И вот он жил некоторое время здесь со своей супругой, со своим братом Алексеем. Солнечная комната, в принципе, такая просторная комната. Тут метров 16, высокий тоже потолок. То есть она вообще не кажется маленькой. И кухня, и спальня, и гостиная. Если есть дети, можно поставить двухъярусную кровать. И даже при желании можно поставить трехъярусную кровать. Нормальная комната, жить можно. Пойдемте посмотрим, какие тут соседи. Надеюсь, мы кого-нибудь встретим, уже соседи. Вот это тамбур общий, шкаф. Вот, в принципе, хранение большое. Я обратила внимание, тут везде замки. На холодильниках, на шкафах. Ну, а здесь можно что-нибудь запечь в духовочке, например, курочку. У нас холодильники там. Мы все берем, приносим, готовим. Там вот мы моем посуду. Холодная. Горячая. Горячая? Горячая. Кстати, все чисто. Вот если так обратить внимание, каждый за собой все убирает. Это, получается, одна кухня. Ну, тут кухня вообще шикарная. Вот у кого дома такая большая кухня? Мало у кого. Тут, кстати, им отключили газ. Говорят, что сами подключили. И все, и пользуются вот так вот. Это раздевалка, я так понимаю. А это чистый душ. Это просто душ. А, два душа тут даже. Место для мыла, там, для шампунек. Горячая есть, холодная есть. Что еще надо? Это санузел. Проходим. Вот, долго не буду рассказывать все. Все видно. Итак, здесь вот второй туалет. Он с ручкой. Проще попасть. Вот здесь такие же удобства. Такие же хорошие потолки. Каждый приносит кружок свой. Ну, вот это вот как бы единственное неудобство. Тех уголок. Щиток, посмотрите. Электрику тут давно не переделывали. Щиток времен Второй мировой войны. Где вы такие найдете? Нигде. Вот все. Тут еще к нему ключ должен быть. Еще не найдешь ключ. Это просто так. Столько розеток. Удобно. А это постирочная. Еще одна. Только на первом этаже. Куча раковин. Жить можно. Лофтовая лампочка. Все как надо. Тут вообще все лофт. Вот обратите внимание. Ретро розетки, выключатели. Если вы поднимете голову, то вы увидите деревянные перекрытия, которые требуют все-таки ремонта. Ну вот в коридорах тут вот такие потолки. Это единственное место фактически, где требуется ремонт. Привет. Привет, привет. Ну что ты как? Да офигенно. Ну император, сам понимаешь, где попала ночевать-то не будет. Представь себе. Зимний сад. Огромный зал для бальных танцев. Парадная лестница. Огроменные высоченные потолки. Да, когда-то это там было, конечно. Хотите, в общем, приобщиться к истории, но вам точно туда. 300 тысяч рублей, и все это у вас будет. Слушай, ну у меня все поскромнее. Там огромный басик 36 метров, там с подогревом, с течением, со своим. Первый этаж, прикинь, зона с телеком, где там человек, наверное, 8-9 поместится. Столовая тоже 8-9. Второй этаж, такая интимная зона. Спальня там огромная, огромная спальня хозяйская с открытой ванной, прикинь. Ребят, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте обязательно лайки. Пока-пока. Пока.